Гаджи Муслимович, матч с Кубанью будет после небольшой паузы, вызванной на игры в национальных сборных. Скажите, чем заполнили эту паузу? Была ли особенность подготовки? Ну, понятно. Пауза на самом деле была не небольшая, а достаточно значительная, если учитывать, что чемпионат начался. Успели уже многое. Несколько дней передохнуть и провести серию двухразовых занятий. Там нагрузиться успели. Посмотреть свою игру, посмотреть игру, ну, свою игру я имею в виду с Ростовом. Вот, посмотреть Краснодар. Ну, многое успели. Вот, в подготовке. А так, вроде травмированных нет. Вроде бы состояние физическое неплохое. Вот, удается его поддерживать. Так, в целом, готовность неплохая. У нас нет пока Балановича. Он играет за сборную Белоруссии. А все остальные в строю. Правда, вот сейчас Ваня Черенщиков, у него такая хроническая проблема с коленом. И он периодически берет паузу, его нет. Вот, а остальные все в строю готовятся. Так же встречалось в прессе и то, что травмирован вратарь Герус. Ну, Герус, да. Герус, я его упустил, о нем сказать. Он, да, у него травма. Такой надрыв икроножной мышцы. Такая достаточно редкая травма. Чаще другие мышцы задние гораздо чаще рвутся. Но так, ну, вроде через неделю поправится. Вопрос такой, Баланович в связи с отсутствием сборной он сможет ли подготовиться либо его участие? Ну, он, конечно же, будет в таком, я думаю, неплохом состоянии. Вот, он находился в соревновательном режиме. Вот, другое дело, если он поднагрузится чуть-чуть побольше, вот в этом может быть проблема. А так, у нас, у команд, которые во время этой паузы не имеют товарищеских игр, у них одна проблема – это отсутствие соревновательной практики. А у Балановича может быть другая проблема, если он там подустанет после этих игр. Вот, ну, приедет, увидим, в каком он состоянии, и от этого будет зависеть наше решение, он выйдет со старта или на замену выйдет. Согласны ли вы с мнением, что команда «Кубань» по составу должна находиться чуть выше, чем находится сейчас? Ну, у нас многие команды должны находиться чуть выше. Я думаю, что и «Амкар» должен находиться чуть выше. Вот, у каждого свои проблемы. Где-то кто-то своих очков, так сказать, не добирает, то ли в силу каких-то погрешностей судейства, как это было у нас, то ли в силу там еще каких-то обстоятельств. Вот, сезон по-разному складывается у разных команд. Ну, а в целом, конечно, они и укрепились неплохо. Сантану взяли, там, такого известного центрального защитника. Вот. Форварда сборной Украины взяли. Ну, нормальная команда. Нормальная команда, в целом она неплохо готова. Вот. Непростой будет матч, им по зарезу нужны очки, точно так же, как и нам. Вот. Я думаю, будет такая серьезная игра, официальная. Ну, очень много сейчас пишут о финансовых проблемах Кубани. Как-то нам «Амкаре» это сказывается или вообще? О финансовых проблемах Кубани? Да, да, да. Ну, вы знаете, финансовых проблем в российском футболе хватает у команд, которые находятся в нижней части турнирной таблицы. У второй восьмерки, будем так говорить, может быть, и у девятки даже. Вот. Они порой касаются и нас. Ну, это жизнь. Все ее воспринимают, конечно, по-разному. Ну, мы в своей команде в основном акцентируем внимание на игре, на подготовке, на том, что к нам есть такое хорошее, внимательное отношение со стороны руководства края, клуб. Просто клуба как старается поддерживать такой, ну, микроклимат нормальный своим отношением. Вот. А вот то, что касается других команд, то, я не знаю, может быть, футболисты между собой там о чем-то говорят, но мы вообще эту тему не поднимаем никогда. Спасибо. Пожалуйста.